это фотография сделал прямо на это дорожка да а тут видите сколько она вся на этими тут вдавлены в дорожку сотни тысяч этих самых косочек собрать их невозможно и ходишь вдавлю-давлю но проснулась же а вот еще одна проснулась же вот это для меня просто яркий пример они настолько живучи и если у кого-то не всходят пожалуйста не обвиняйте меня в том что я вам выставил там какие-нибудь неполноценные вот видите самые дичайшие условия а все равно всходят вот это пример другого рода фотография свежая смотрите я привил на абрикос венгерку венгерку как видите прекрасная приживаемость как раз к ней лишнее доказательство тому что можно привать одно на другое но уже учитывая какие-то самые нюансы нельзя прививать венгерки тем более вообще сливы на абрикосы если абрикосы вот эти видимо роднее им так а вот сливы круглоголовые ринклоды не приживается или плохо приживается за несколько лет чахнут я это проходил положительный пример называю запоминайте сливы ринклоды вот лучше приживается на абрикосы чем абрикос на абрикос да бывает такое но не все подряд на второй момент здесь был снят мешочек вот он тут был он способствовал тому что как видите не отстают вот эта глупость я вынужден подчеркивать открывает от чертов журнал уже не называю я уже столько раз называл что уже самой надо старше становиться скинуться на эту поездку и саму здорово пришлют мне морду набить из москвы вот потому что ну как так ну как так вот вот мая привете а в июне то есть мак привайте в мае сейчас смотрите да ну сейчас мая но это поздняя осень опять холод опять холод опять холод дожди холод вот а был случай когда у нас в апреле в конце апреля зацвели был случай абрикос правда потом погибли сильно рано весна наступила засверли а потом погибли но факт то что все надо делать вовремя если привить в мае да еще где-то в подмосковье в рязани или там в липецке то когда же они вызовут поэтому надо привать вовремя в начале сока движения накрывать этими и когда вы нормально научитесь привать у вас они видите как они не будут оставать в развитии а сибирское холодное лето они успеют вызовут до зимы вот это одна из величайших глупостей на планете я взял эту фотографию не помню откуда или прислали мне вот понимать они дети они не понимают их учили вот этому вот это идиотизму а потом не давая им возможности ничего понять дело заставлять делать тупую работу хотя бы осмысленно было вы понимаете у них есть родители может кто-то из них из них имеют вас с родителями то есть такая цепочка от меня к вам от вас вот таким детям и когда вот это увидели бы сказали нас заставляет это убирать листу вот а потом кто-то из детей сказал а вы знаете Марья Ивановна помните анекдоты про Вовочку длинные анекдоты смешных но которые немножко и в школу задевают эти анекдоты вот рассказать один Марья Ивановна жалуется папе Вовочке вы представляете Вовочка как-то странно отвечает как я спрашиваю сколько будет трижды два он говорит шесть отец так правильно ответит что вы ходите молодец шесть а что разве не шесть нет шесть но я вот спросил сколько будет дважды три вот папа они для них а вот вот Вовочка так и отвечает и вот так учат детей а если вот этот Вовочка пришел сказал Марья Ивановна а вы знаете мы тупую работу делаем а может не надо поняли о чем я счет ниже будет